Доброе утро, дорогие радиослушатели! Прямой эфир 6, 5, 10, 9, 9 и 6. У нас очень известный гость, мой старый приятель Андрей Есин. Андрюш, привет! Привет! Ну, во-первых, ты гости, пускай, вернее, наши радиослушатели там не подумают ничего превратного, но ты замечательно сегодня выглядишь, ты похудел на 10 килограмм. На самом деле, я уверен, что они тебя могут наблюдать в прямом эфире. Реально, мы с тобой раньше... Сегодня будем говорить про рецепты похудения. Кстати, ты знаешь, уже больше можешь нам действительно поговорить, потому что я уверен, что когда человек начинает худеть, у него появляется энергия, уровень тестерона начинает зашкаливать. Ты расстал раньше на работу, кстати, приходить или нет? Нет, ты знаешь, здесь не от меня зависит. Просто в Москве надо жить немножко в противофазе, то есть ехать... По бумажке? Нет, наоборот, не по бумажке. Нет, и между по бумажке, в смысле, есть определенные часы, когда надо встать, потому что потом попадешь в пробку. Да, да. Я сейчас тоже похудел. Так давай расскажем. Мы с тобой оба были за соточку. Сейчас у тебя чуть-чуть больше 90, у меня чуть-чуть меньше 90. Но ты повыше меня. Я сегодня на работу приехал в 6.20 утра. Слушай, это вот так на тебя... Я не знаю, я реально стал пить воду с лимоном по утрам. Ты знаешь, да, я прочитал, что так нужно. Слушай, так давай сегодня передачу сделаем о похудании. А действительно, давай, ты знаешь, первые 8 минут поговорим о том, поговорим о том, когда нам продюсер показывает этот... У нее есть такой, знаешь, черепок черный. Он сразу показывает черный. Мы должны людей с утра повеселеть. Да. Как ты похудел? Я тебе могу рассказать, как я похудел. Хорошо, сейчас давай я... Леночка, у нас всего 8 минут поговорим о похудании, и потом пойдем в профессиональное русло, окунемся. У меня все просто, не жрать надо. Вот как бы после 6 перестаешь есть... А вот что ты завтракаешь? Я тебе могу сказать, что я позавтракался. В 6.20 утра я выпил пол-литра воды, в пол-литра воды я загнал лимон целый. Так, нормально. Я вот загнал лимон, и еще один из моих сотрудников сказал, что нужно для хорошего кровообращения, чтобы у тебя все было по утрам нормально. Подожди, для хорошего кровообращения или по утрам, чтобы было все нормально? Все нормально, надо еще добавлять капельку глицерина. Понимаешь, мы скоро давай будем, как Малашов. Знаешь, он же дает советы, Малахов плюс. Слушай, давай такие советы. Почему мы не можем дать советы? Не будем, давай. И потом действительно, вот сейчас Лена что-то напишет уже, она писала большими буквами, хватит и поставила 4 восклицательных знака. Вообще-то, Лена, 4 восклицательных знака неправильно, надо ставить 3 или 3 точек, 1 из 2. Не литературно. Так вот, и потом я пошел сегодня, Валые паруса зашел на Тверской, и купил бутылку кефира. И самое интересное, я покупаю всегда там один и тот же кефир, да, просто квашеный, это реклама. Нам не платят за нее. И сегодня я купил какой-то новый кефир, потому что там было какое-то красивое название. Он стоил вместо 23 рублей 84 рубля. Вау. И ты знаешь, если скажу тебе честно, что я ничего не почувствовал. Слушай, может это просто надо покупать несколько кефиров? Ты знаешь, как Лукойл в свое время, когда запустили ЭКТА, а не бензин, они говорили, что с одной заправки... Есть бензин, а есть ЭКТА, да. С одной заправки как бы не поможет. Надо обязательно заправляться долго, и тогда вот как раз эти присадки подъездят. Может и с кефиром так же? Это когда-то... Присадка тебе как сейчас. Хорошо, что это не героин, знаешь, скажут тебе. С первого раза ничего не даст, надо побольше. На самом деле маркетинговые ходы у нас примерно такие же, как у людей, которые на наркотики собираются. Ты знаешь, я недавно еду по Садовому кольцу, когда съезжаешь вправо, когда уходить на Тверскую, если ехать в сторону Киевской. Там висит громадный плакат на четвертом этаже. Голая женщина. Я же думаю, что ж там интересно написано. И потом покупаем ваш автомобиль. Я сидел и ждал, что будет. Скажи, а все-таки что ты завтракал сегодня? У нас 5,5 минут есть. Я вообще не завтракаю, я пью кофе, воду как раз. Не люблю. А что обедать ты будешь? Слушай, обедать, бизнес-ланч пойду. У нас есть чудное местечко недалеко от работы. Как называется? Мы сегодня собираем рекламодателей будущих старинами. Ты знаешь, может действительно им понравится, они нам потом позвонят. И, например, наша похудавшая элита будет лицом компании. Ну, не в случае ресторанов. Хотя, наоборот, правильно сбалансированное питание, она как раз и ведет. Знаешь, мы сейчас тоже, как я похудел, мы с сыном поехали. У меня сын тоже такой немножко крупненький был. Мальчику в бабулю, знаешь, с такими раздутыми щечками. Ну, знаешь, повеселит народ немножко. Потом мы расскажем о более серьезных делах. Знаешь, они более подготовятся. И я его заставил поехать с собой. Мы вместе поехали в теннисный лагерь. Ну, там тренер просто вообще убийца. Бывший тренер Мирного. Мы, значит, приехали. Аркадий, огромный привет, если он слышит. И приехали сразу. Детей учат, как правильно питаться с детства. Не как бабушка, знаешь, кашку. Там добавила метка, изюмчика. Немножко, чтобы сладенькое было сгущенное молочко. Там действительно ты идешь. И там стоит 4 тренера. И каждый наблюдает, что ты набираешь на тарелочку. Если ты перебрал, тебя забирают. И суммарно 7 часов в день физо. И вместе с ними. Самое интересное, что в Нью-Йорке в этом году была рекордная жара. 40 градусов жары. И прямо ты там вместе с детьми на теннисном корте в 40 градусов. То есть ты просто действительно течешь. Ты решил повторить подвиг отца Марии Шараповой? Я не понял. Решил тоже. Расскажи эту историю. Это очень интересная история. Нет, ну а так в чем там история? То, что он с детства ее ковал, ковал. И вот выковал то, что получилось. Нет, ты знаешь, я уверен, что там из моего сына не получится Андреа Гасси. Или Пицца. Просто это точно. Потому что он просто русский мальчик, понимаешь? Ну, слушай, Шарапова тоже, между прочим, русская девочка. Почему? Может, как раз ты сейчас недооцениваешь? Нет, я не к этому тебе говорю. Ну, Андреа Гасси никогда не может быть. Потому что она Агаси. А вообще, да, у меня все... Нет, Андреа Гасси он может не быть. Как его зовут? Митчелл. А вот Митчелл Герчик вполне, кстати. Да, 835-я ракетка мира. Слушай, ну если ты его так настраивать будешь... Нет, ну ты знаешь, есть просто как бы спортивные дети, не спортивные дети. Да, я тебя понял. Он считал часы, чтобы уйти с этого корта. И, понимаешь, это на самом деле самое любимое занятие, знаешь, какое было? Когда они поиграют, они собирают мячи. И они это делают очень медленно. То есть отдыхают? Да, да, да. И в обед ты пообедаешь, и до шести потом все, ничего? Ну, после шести какие-нибудь помидорчики, огурчики. То есть ты вообще согласишься со мной на самом деле? Почему мы действительно очень тонко с тобой начали нашу передачу. Ты согласишься со мной, что на самом деле вот эти качества действительно волевые? Потому что рот на замок закрыть и похудеть... И ты можешь, да, посоветовать действительно нашим радиослушателям, ты очень много лет в индустрии. Сколько лет? Ну, я больше десяти, по-моему, да? Больше десяти с конца девяносто. Ну, у тебя, видишь, седых волос меньше, чем у меня. Ну, слушай... Потому что ты просто долгосрочник. Конечно, я быстро проскочил, наверное, стадию вот краткосрочной торговли, скажем так. Поэтому седых волос у меня чуть поменьше. У меня же просто каждый седой волос за каждый трейд. Ну, ты меня... У тебя вот я там четыре за каждый. Ну, ты меня сегодня решил комплиментами завалить. Ну, да. На самом деле, да. На смарт-лабе, знаешь, нас потом пообсуждают. Ты знаешь, там любят поговорить, скажут, что у меня там герчик съест, нам сегодня отжигали в эфире. Ну, нормально. Еще похудание, знаешь, еще в текущем рынке рассказывать-то особо. Ну, я просто людям рассказываю, знаешь, вот там, когда люди приходят на семинар, я действительно людям рассказываю, говорю, понимаете, одну вещь, что просто начните с чего-то малого. Да, потому что отказаться от вредных привычек, это же как в трейдинге, ты понимаешь. Да, вот мне сегодня, я утром пришел очень рано на работу, мне человек написал письмо, сейчас все остальные три квартала 15-минутки будут сугубо твои. Мне человек сегодня написал письмо, говорит, вы знаете, я там потерял одну четвертую депозита, расскажите, как быть. Я говорю, ты знаешь, я тебе скажу, есть путь и ключ к успеху. Вот если ты действительно себе напишешь на бумажке и сможешь это периодически делать, без большого отрыва в сторону, у тебя действительно может получиться. Люди не понимают, что просто даже с того начать, что заставит себя похудеть или правильно питаться, это абсолютно идентично, как и заставить себя работать по своему собственному алгоритму. Да, дисциплина она в любом случае, она везде нужна на самом деле, хотя я не могу себя назвать очень дисциплинированным человеком. В трейдинге или в жизни? В жизни, скорее. В трейдинге я знаю, что ты очень дисциплинирован. Да, но здесь как раз, понимаешь, если я чего-то захочу, то я это сделаю. Трейдинг – одна из тех вещей, которые я в свое время захотел, и вот так до сих пор и притворяю свои желания в жизни. А вообще, конечно, очень тяжело заставить себя дисциплинировать. Мне, честно тебе скажу, мы с тобой крайне редко общаемся, но я там очень часто читал раньше твои журналы, которые ты писал. Мне, что тебе нравится, что ты никогда не был заложником трейдинга. Я знаю, ты уезжал и в Америку, и на месяц, о чем, в принципе, мы поговорим во второй 15 минутке. Дорогие друзья, у нас очень интересный гость. Про Америку с удовольствием. У нас интересный гость Андрей Еси, начальник управления активных операций ИК «Спектр Инвест». У нас прямой эфир 6, 5, 10, 9, 9 и 6. Кто думает, что сегодня плохое пятничное утро, кто открыл глаза и увидел дождь на улице, значит, для того уже хорошее утро. У нас сейчас коротенький перерыв, новости надо узнать. Знаешь, сегодня в 15 часов эти пуси. Пуси, да. Это основные новости за сегодня. А рынке как-то стыдно даже говорить, знаешь. На фоне таких новостей. Да, дорогие друзья, у нас короткие перерывы на новости. Еще раз доброе утро. 6, 5, 10, 9, 9 и 6. И адрес интернет-странички финам.фм. Задавайте вопросы. Два несерьезных, уже немолодых человека. Андрей Есиин, Александр Герчик попробует говорить о серьезных вещах. Андрюш, еще раз доброе утро. Доброе утро. Очень часто, практически всегда задается один и тот же вопрос. Как ты попал в индустрию для того, чтобы люди, которые слушают нашу передачу, либо это новички, могли действительно понимать, может ли каждый стать Андреем Есиным? На самом деле в индустрию я попадал со скрипом большим. То есть я в тот момент жил в Санкт-Петербурге. До этого у меня был достаточно большой свой бизнес. Я там... Реальный сектор. Реальный сектор, да, торговля, как было модно в то время. То есть, ну, при этом, что, хорошие деньги поднимали. В общем-то, все было хорошо. Надоело сначала этим заниматься, потом годик посидел, думал все, чем... Заниматься. Заниматься, чем интересно, потом, слушай, не поверишь, пошел на курсы Форекса. Проводились. Вообще, в принципе, чтобы радиослушатели понимали, потому что москвичам, на самом деле, не очень понятно будет, в Санкт-Петербурге очень такое консервативное общество, на самом деле, и финансовые услуги развиты мало. Вот. И когда я вообще, в принципе, заговаривал о том, что... Ну вот, что такое вообще фондовый рынок, что такое финансовый рынок? Это страшное слово, да? Да, 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 все мне чуть ли не шепотом отвечали. Ой, это, ой, это пирамида, это, ой, это... Это для самых умных, да? Да, это этот самый... Ну, крайне тяжело было вообще. Ну, действительно, Эрмитаж дал свое. Я не знаю, там, видимо, в принципе, весь Питер, он как-то вот оккультуривает местный народ. Ты знаешь, я... Финансы, это ж не культурные. Я тебя реально поддержу, потому что, когда организовывали семинары, то Питер собирал людей меньше, чем собирал Иркутск. А количество людей в Питере почти в 10 раз больше. Там рядом Финляндия, поэтому народ реально консервативен, он более такой холодный. Ну, это правда. Вот. И долго искал, потом вот пошел на курсы Форекса, послушал, что это такое. Ну, понятно, курсы Форекса, они в основном для чего... Вот это не лохотрон. Не-не-не, они для чего созданы, понятно. Да, чтобы... Вот, мы это не будем там дополнительно... Самый ликвидный биржевой рынок. Но! Но мне сама тема очень понравилась. То есть, меня тоже... Мне рассказали, что можно заработать там миллиарды за там месяц. Ну, ты просто трогаешь сам по себе. Да, я, наверное, где-то в душе. Почему в душе? Ты не в душе, у тебя был реальный сектор, ты торгаш. Слушай, нет. Я из реального сектора ушел именно потому, что вот меня задал бы вот это вот реальное общение с людьми. Мне приятнее общаться большую часть времени с компьютером и с цифрами, да. Хотя я люблю общаться с людьми, которые мне интересны. Просто в при... Таких много вообще? Ну, такие есть. Вот мне с тобой приятно общаться. Это взаимно очень. Вот, поэтому... Потому что поэтому мы с тобой мало общаемся. Но! Чтобы не надоедать друг к другу. Но! Но в реальном секторе есть проблема, потому что надо общаться со многими людьми, которые... С которыми ты не хочешь. С которыми ты не хочешь. А ты абсолютно прав. В финансовом секторе это все-таки поинтереснее. Далее. Искал, 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 искал. Ничего не нашел. В результате... Ну, работа... Ну, вот уж там и по блату. И по чему только не старался. Ну, ехал в Москву. По-хорошему. Ну, и здесь уже начал работать. Начинал так же совершенно. Начинал с интродея. Набил там шишек столько, сколько надо. Постепенно перешел на роботы. Поторговал роботами. Параллельно учил в долговой рынок. Ну, так, достаточно тяжело у меня вообще. Начиналось. Да, начиналось. Никто не хотел. Я вообще готов был. В 90-х годах реально вообще мало было профессионалов. Но это начало 2000-х уже было. Не то, что профессионалов, и информации мало. И вообще мало всего было. Но, я говорю, если человек хочет чего-то достичь, то, в принципе, желание, наверное, это главное для любой профессии. Перебивает все, да. Да. Если хочешь, как это? А не вески пела, по-моему. Если очень хочешь, то его добьешься. Мочь, значит, хотеть. Да. Поэтому здесь можно стать и хорошим управляющим, и вообще любым хорошим профессионалом, если ты этого хочешь. Только время? Время, да. Время, желание, какая-то дисциплина, которая, к сожалению, у меня все-таки мало. Меньше, чем надо, на самом деле. Но и... Может, если бы ты имел больше дисциплины, ты бы не был Андреем Есидом? Не знаю, да, наверное. Наверное, все так, как складывалось, вот в результате меня к тому, чего я сейчас есть, и привело. Здесь еще, что важно? Важно, чтобы то дело, которым ты занимаешь, тебе нравилось. Вот, то есть я сейчас могу сказать, что да, возможно, что в текущем состоянии рынка, рынок сложный. Понятно, что я живу в России, там, где, в принципе, портфельные инвестиции, где вообще слово инвестор, это чуть ли не ругательное слово. Но вот пока на желании живешь. Денег, понятно, что у нас тоже, да, смехотворные суммы, там, которыми мы управляем, если сравнивать с... Западными фондами, конечно. Западными фондами, да, но при этом все равно вот это желание, оно движет. Мне нравится то, чем я занимаюсь, и, в принципе, я занимаюсь этим с удовольствием. А как, на самом деле, я просто знаю, что ты 2008 год один из немногих управляющих, который не просто там пережил без потерь, а, в принципе, ты вышел практически до очень сильного падения. То есть твой фонд, в принципе, хорошо удержался. Ну, я выходил, да, в 2007 году, хотя, ну, давай не будем там уж идеализировать. То, где можно было что-то продавать, можно было продавать, но инвест-декларация на многих фондах просто тебе и на пенсионных накоплей. Можно выходить, да, но нельзя хеджироваться и шортить, что, конечно, в некоторых случаях может правильно для консервативных фондов, для фондов, скажем, более рисковых, активных, то что у нас до сих пор не могут появиться хедж-фонды. Хотя им сейчас появляться, сейчас денег собирается крайне мало. Ну, так или иначе, мы сейчас идем, видимо, уже, ну, я не буду за всех отвечать, но мне сейчас начинают нравиться, вот, например, европейский и американский, прежде всего, рынок, в которых я вот пытаюсь сейчас разобраться. Ну, это, знаешь, вот давай как раз, может, Америку и вспомним, это примерно как после сельпо или после какого-то там ларька или палатки зайти в огромный супер. По-моему, два или три года назад, да, ты ездил? Длинная у тебя поездка такая была, я читал ее в LiveJournal. По запрошлому году. Видишь, ты теперь будешь знать, что я почитатель твой был. Спасибо, дорогой. Да, не, я читал, ты практически месяц отсутствовал, ты рассказывал, давай об Америке пообщаемся. Ну, вот, давай как раз и в приложении к фондовому рынку. Да, дорогие друзья, мы сейчас будем разговаривать о американском фондовом рынке, а конкретно о поезде, поездке Андрея Есина в Америку. Друзья, 6, 5, 10, 9, 9, и 6, звоните, задавайте вопросы, гости интересные, огромное количество лет в индустрии, и поговорим о твоем приезде в Америку. Очень понравилась мне поездка, долго я там был, около месяца, объездил многие штаты, объехал, во-первых, так, какие у нас, получается, западные штаты, это где Лос-Анджелес, съездил в Лас-Вегас, был в Нью-Йорке, Нью-Йорк, конечно, меня поразил очень сильно. То есть, очень понравилась страна, был, как бы, после кризиса, приехал, ржал долго, поскольку у нас... Сравнил их кризис с нашим, не кризисом, вот так, да, и такие определенные выводы сделал. Ну, и вот приложение, как раз к фондовому рынку можно сказать, что, я говорю, как после Сильпо зайти в супермаркет, вот то же самое, как после российского рынка, наверное, пытаться въехать в американский рынок, конечно, все именно так же, то есть, глаза разбегаются, непонятно, как с чего начинать, тоже тяжело, но интересно. Ну, ты знаешь, да, громадное количество меня, когда там начинающие ребята спрашивают, там, провести аналогию, я всегда говорю, это не всегда факт, у нас огромного количества инструментов есть плюс, потому что бывает такое, что человек заходит и просто тупо теряется, как в лес зайти или в посадку, да, потому что не видишь ни конца, ни края. Супермаркет, я тебе еще раз говорю, вот купи хлеб, да, там, а как его купить, если там 200 сортов, один ржаной, так, все же не перепробуешь, да, там, за это. А что тебе в Америке больше всего понравилось? Атмосфера, атмосфера, энергетика, вот, не скажу, что прямо спокойствие, но я себя, а, спокойствие для себя. Да, душевно. Вот, ты знаешь, я чувствовал себя там абсолютно безопасно, то есть я выходил, мы проезжали по таким очень диким дорогам, где там бегали медведи, один раз даже остановились в мотельчике, там к нам медведи ночью приходили, жрали, значит, по морю. Такая же русская, русский медведь, они на русских и тянулись, да, 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 и к своим гостям пришли. Вот, но при этом ты на дорогах, в магазинах, в гостиницах чувствуешь, что вот прямо вот ты можешь делать все, что угодно. Вот, ну, я имею в виду... В пределах дозволенного. Да, в пределах дозволенного, но вот атмосфера позволяет, просто чувствуешь себя безопасно, вот это здорово. Да, но это не как здесь, я недавно в ресторане обедал, и там принесли просто какое-то супер пересоленное блюдо, я говорю, девушка, вы знаете, оно очень пересоленное, знаешь, мне сказал официантка, а вы знаете, у нас повар так готовится. Ну, да. В Америке унесли бы, уже можно съесть три четверти кусочка мяса, и тебя несут. Ну, да, ну, да. Есть такое. И, не, в Америке много поражает, на самом деле, это как рассказать, я не знаю, про какую-то картину. Попробуй, опиши мне. Ну, можно описать. Все, мне понравилось очень многое. Понравилось, что есть какие-то правила, кстати, тоже можно на фондовый рынок перенести совершенно, то есть нету беспределок, которые компании не может там супер неожиданного что-то случиться, да, вот как там, допустим, у нас с электроэнергетикой в последнее время произошло, с российской, да. То есть у нас сегодня так, компания торгуется, завтра приходит кто-то в новую власть, и у нас по-другому начинает торговаться. Правила меняются. В Америке правила устоявшиеся, и по этим правилам как бы... Живут. И живут, да. И ездят, в принципе, так же самое. Ездят и живут, это и подразумевает. Я когда людям говорю, что попробовали бы один раз на пешеходном переходе, не пропустил человек, 250 долларов. Да. А когда там школьные автобусы, когда там рядом... Стоишь, да, пока не загрузится. Да, да, да. Дорогие друзья, Андрей Еси, начальник управления активных операций ИК «Спектр Инвест». Прямой эфир. Телефон студии 6510996. Просыпайтесь, я понимаю, что дождик на улице. Но видите, мы с Андреем здесь похудавшие или похудевшие, как правильно? Похудевшие. Похудевшие. Сидим и вас развлекаем. А сейчас у нас будет перерыв на новости. Опять, видишь, все ждут главных событий. Скорее всего, я поэтому говорю, люди устают от наших новостей и ждут новостей насчет общеизвестной скандальной группы. Еще раз доброе утро. 6510996. Прямой эфир. Страничка финанс.фм. В гостях у нас Андрей Еси, начальник управления активных операций ИК «Спектр Инвест». Андрюш, еще раз. Третий раз. Привет. Ну, сейчас будем конкретно разговаривать о деле. Ты, собеседник, очень интересный, потому что огромное количество наших радиослушателей, у них нет времени, допустим, заниматься внутридневной торговлей. Это люди, которые, многие имеют какие-то там энные суммы портфеля и хотят приумножить за какой-то определенный срок. Поэтому твои рекомендации, я думаю, в данной ситуации будут просто незаменимыми. Ну, что я могу посоветовать людям, которые хотят приумножить? Найти баланс и понять, чего эти люди хотят, в принципе, от инвестиций. Основная проблема, на самом деле, которая существует в сознаниях наших людей, о том, что при маленьком риске можно заработать большие деньги. Это утопия? Это абсолютная утопия. Это утопия, которую должны понять и молодые трейдеры, если они начинают... Ты неправильно говоришь, там не с маленьких денег, а с очень маленьких денег. Люди приходят на форц с 30 тысячами рублями и думают, что все, будут обеспечивать семью. Опять же, любой человек, который, в принципе, основное правило финансовой грамотности, то, что доходность, она прямо пропорциональна риску. То есть, вот это просто можно записать себе где-нибудь, там, татуировку сделать, записать на руке. И халявы или каких-то чудес в данном случае не будет. Если... Причем это применимо к любой области жизни и вообще тот, кто, в принципе, задумывается, даже не об инвестициях, а, в принципе, любом бизнесе, он должен абсолютно четко понимать. Если вы торгуете наркотиками, это большой риск, большая прибыль. Если вы торгуете оружиями, это большой риск, большая прибыль. Если вы торгуете... Значит, если вы держите деньги, там, допустим, под матрасом, это ноль прибыли, ну и никакого практически риска. Ну, скажем так, упрощая. Вот. И здесь надо четко выбирать себе, насколько вы хотите, сколько вы хотите заработать и какой риск вы готовы при этом взять. Да, потому что, к сожалению, у нас народ, вот, основная ошибка, и, ну, это, наверное, тяжело просто избавиться от вот этой неграмотности. То есть, заработать много и... Это, подожди, ты считаешь, это неграмотность или безграмотность? Это безграмотность абсолютно, потому что заработать много и при этом не рискуя невозможно. Ты знаешь, что у нас некоторые люди идут в банк, например, неизвестный абсолютно, но который дает, к примеру, 13% годовых, вместо того, чтобы пойти, например, в Сбер и получить 8,5%. То есть, люди готовы идти, и при том риски колоссальные на самом деле. Ну, видишь, мы с тобой сейчас тоже говорим в приложении, скорее, к людям, которые обладают более приличными деньгами, потому что у нас же есть страховка 700 тысяч, то есть 700 тысяч... Ты знаешь, сколько по американским меркам, по законодательству, если выходит из бизнеса брокерская компания, которая члены там Финнерли, да, которая там, как ФСФР, сколько лет нужно, чтобы получить обратно свои деньги? Есть цифра определенная, 9 лет. Я думаю, что в России с ее законодательной базой эта цифра будет 15. Ну, не знаю, пока у нас еще страхование вкладов. Здесь даже страшно скорее, если будет групповое банкротство каких-то банков, то есть при каком-то большом финансовом кризисе, и тогда вот может все быть не совсем приятно, будет что-то подобное, типа кризиса, когда Сбербанковским вкладчикам не отдавали деньги. Вот, но пока мы живем не в таком кризисе, и, ну, в ближайшие пару лет можем расслабиться, такого, я думаю, что не будет. Тогда вопрос другой к тебе. Что тебя сподвигло в 2007 году потихонечку выходить из позиции? Вот какие факторы? Слушай, все очень просто в интернете. Не, не, наши люди, когда ты говоришь, все очень просто, они не верят в это, они думают, что ты что-то не нас не скажешь. Слушай, здесь опять вот этот параметр жадности, наверное, может мне проще немножко управлять, с одной стороны, с другой стороны, я меньше пользуюсь по этому спросом, потому что у меня нету дикой жадности, да, то есть я готов заработать чуть меньше, но чтобы заработать. В 2007 году все жили еще, скажем так, ожиданиями того, что мировая система будет великолепно продолжать на том же жить левереджи, да, но при этом пошли сигналы, вот уже американские банки пошли падать, кстати, сейчас они растут достаточно благополучно уже долгое время, и вот американские банки, вообще американские финансовые компании... Очень хорошо себя чувствуют? Очень хорошо, одни из лучших отраслей, на самом деле, на американском рынке. Вот, в 2007 году была обратная ситуация, падали банки, и начали лопаться высокоплечевые хедж-фонды. Вот, это такой достаточно хороший сигнал, то есть я немножко когда... У меня же широкий достаточно спектр инструментов, то есть я торгую в принципе... Широкий спектр в компании «Спектр». Да, ну и в компании «Спектр» у меня тоже, я занимался и облигациями, и фьючерсами, и опционами, то есть здесь такой широкий достаточно спектр, вот. И здесь вот ликвидность, это на самом деле одна из страшных вещей, которая как раз и позволяет человеку продавать, когда он не хочет это делать. То есть оставь себя сейчас без ликвидности, вот у тебя есть портфель ценных бумаг, а сейчас оставь тебе без денег, тебе придется продавать по рыночным ценам. А значит, рыночные цены на тот момент могут быть достаточно неудачны. Ну вот, в принципе, кризис, который был, это кризис финансовой системы, просто основанный на, скажем, высоком леверидже и стимулированный вот пузырем недвижимости. А можно, например, переложить то, что ты сейчас говоришь о финансах американских финансовых компаниях, например, на российские финансовые? Можно, а на российских, это как бы, еще раз повторюсь, гораздо более простой, гораздо более маленький рынок, гораздо более дикий рынок, но перекладывать все правила можно и нужно. То же самое. То есть ты бы, в принципе, Сбер сейчас на этих уровнях окулировал бы? Давай по-простому. Я понимаю, что ты вообще, сколько лет я тебя знаю, ты извечный оптимист. Да. Сколько вот сейчас у тебя твой оптимизм сохраняется в долгосрочной перспективе? В долгосрочной перспективе я всегда сохраню оптимизм. Скорее, краткосрочно он мне немножко пошатнулся, и то, знаешь, меня, чтобы... Хрен меня сломишь, как шнур поет. Вот. В краткосрочной перспективе проблемы, в краткосрочной, среднесрочной проблемы, конечно, будут, но чего сидеть и ныть-то, я вот этого не понимаю. То есть можно уходить на другие рынки, можно пробовать. Нельзя не пробуя что-то, чего-то достичь, да. Ну, херовый рынок стал в этом самом России, но есть другие, в конце концов, рынки для того, чтобы торговать. И при этом, при этом сохраняется потребность в портфельных инвестициях. То есть у многих людей, они сидят просто на бабле, просто потеряют. Да, да, да. При этом не думая. При этом понятно, что есть плохое отношение к риску, но портфельные инвестиции подразумевают и инвестирование в облигации, в конце концов, которые... А что сейчас есть с доходного? Почему доходное? Почему ты сразу смотришь доходное? Сейчас, в принципе, идет... Ну, нет, потому что я знаю, что ты, в принципе, адекват. Ты скажешь, естественно, например, облигации, которые имеют хорошие рейтинги... Ну, сейчас, допустим, скажу. Я же так же сам, ты знаешь, я торгую, как и ты, у меня риски, в первую очередь риски. Да. Во-первых, до последнего времени облигации чувствовали себя достаточно хорошо, вплоть до того, что качественные облигации, а поскольку бегство в качество было, даже те же немецкие, ушли в отрицательную доходность. Это именно говорит о том, что народ паркует деньги, да? Да, банки не несут. Денег очень много сейчас. Очень много. И я так подозреваю, что большинство из них паркуется в плечо на этом самом... Это понятно. Это понятно. Основный финансовый рынок все-таки на три четверти состоит из долгового рынка. Но я бы даже сказал, в принципе, если оборотные, то побольше даже, чем три четверти. Ну, давай грубо. Да, да, да. Там реально почти практически 7 восьмых. Возможно. Очень большая цифра. Вот. Поэтому облигации в период вот, в такие периоды, чувствуют себя достаточно неплохо. Да, скорее сейчас можно сказать, что сейчас они уже перекуплены, и сейчас уже как-то стремно заходить там в небольшую доходность. Это я беру еврооблигации. Наши облигации, у них свои проблемы. Можно найти сейчас облигацию там типа метинвеста, что-то с доходностью 9, даже повыше. А это хороший имитент. То есть хороший имитент. Я знаю, что вот практически там период кризиса у тебя не было, да, по-моему, облигаций, которые дефонтнули? Нет. Одна была, и то это вообще корю себя на инвесткомитете, что-то я протормозил, и вот получилось такое. А вообще выходил практически тоже в качестве. Ну, по той же причине. Но когда плохо, только качество. Да, и здесь опять же мы сталкиваемся еще, что покупая рисковые облигации, то есть, допустим, покупая акцию, не покупая очень рисковую облигацию, то есть на акции возможен, вот скажу так, покупать облигацию предприятия, которое может дефолтнуться с доходностью 13, ну для меня это в принципе категорически неприемлемо. Неприемлемо, да. Я лучше сделаю плечо там на облигации, которая будет приносить 8. Вот, и за счет плеча... Покажешь доходность. Да. Для меня это понятнее, чем покупать предприятие, я говорю, с плохими финансовыми показателями, и потом там хвастаться в течение года доходностью 12. А у нас на сайте вопрос есть для тебя. Доброе утро. Андрей задает вопрос. Подскажите, пожалуйста, почему при внешнем негативном фоне спрос на золото упал на 7% и должно быть наоборот? Почему должно быть наоборот? Потому что люди читают экономические книжки и говорят, что должно быть. А, ну ладно. Привыкните тогда к мысли о том, что на рынке ничего не должно быть. В принципе, это структура категорически динамичная и категорически не... Если бы на рынке все подчинялось каким-то определенным правилам постоянно, это был бы не рынок. Золото. Долго можно говорить. Не хочу сейчас про золото говорить совершенно. Я не прием... не сторонник торговли именно золотым этим самым. Я в конечном итоге комодитисам уделяю гораздо меньше внимания, чем, скажем так, всему остальному. Вот если сегодня заходил бы на рынок новый игрок, да, приходит, говорит, там, здравствуйте, я хочу проинвестировать 10 миллионов рублей. Как бы ты распределил, к примеру, на сегодняшний день? На сегодняшний день ты имеешь в виду вообще по портфелю? Да, ты просто посоветовал бы посидеть немножко в кеше, там, или действительно разбил бы портфель. Да нет, я разбил бы портфель, обычно я делаю следующим образом. Если уровни приемлемы для покупки каких-то рисковых активов, то за первую покупку совершенно может себе позволить купить процентов 3, до 30 даже, так скажем, риска. Остальное прокануть как раз в облигации. Сейчас есть возможность еще... То есть кроме этого Метинвест? Есть компании, которые сейчас размещаются по 8,5. Слушай, их много, у меня где-то наименований 30. Я слабо в облигациях? Какое плечо можно на облигациях брать? Смотря с каким портфелем ты работаешь. То есть если берешь пиф, нет, вообще там облигации нельзя. Если у тебя, скажем, фонд... Смешанных. Смешанных каких-то, не смешанных. У нас нет такого по законодательству. Они и пифы смешанные. Если ты офшор смешанный торгуешь, то это уже открытая инвест-декларация. Давай предположим, что у нас открытая инвест-декларация. И плечо можно, в принципе, ну я для себя допускаю в определенный период третий плечо. Больше на смешанном портфеле стараюсь не торговать. Понял. А у нас Юрий есть в прямом эфире. Юрий, доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо вам за передачу. Я вот являюсь одним из, наверное, таким профессиональным покупателем ваших услуг, да, там, доверительного управления и так далее. Я достаточно, в общем-то, хорошо понимаю, имею опыт через пифы. Через пифы. Когда-то давным-давно я там хранил деньги, потом вывел там для других целей. Вот смотрите, вот что вы мне посоветуете. Вот, допустим, есть у меня, ну, не знаю, там, ну, давайте предположим, от трех до пяти миллионов рублей. Ну, говорите по-настоящему, не бойтесь, у нас телефон не выстречивает. Да мы шутим, шутим. Ну, да, считайте, что это и есть по-настоящему. Давайте лучше 10 миллионов, это красивая цифра, приятная. Нет, нет, давайте тогда лучше миллион. Вот смотрите, вот мое субъективное ощущение, поскольку я сам работаю в реальном секторе, связанном там, ну, в частности, с пищевой промышленностью, давно как бы все прекрасно понимаю нашу экономику, у меня складывается такая ктина, что весь наш вот этот именно российский, внутрироссийский фондовый рынок, который сплошь стоит из госкомпании и сплошь управляет как бы не рыночными законами, а там, картинным указанием пальчика Владимира Владимировича, ну-ка понисти цену там на бензин для колхозников, да? Вгласен, да. Вот, вот я вот весь этот рынок вижу для себя как имитацию, то есть, либо, либо это такая, знаете, ну, такая как бы история, накачка ликвидности для того, чтобы правильные ребята, воспользовавшись инсайдом, там, на хорошем плече, нормально себе заработали в нужный момент, а все остальные это так, знаете, как пушечное мясо, ну, лохи, которых собрали для того, чтобы они там, чтобы спрясти с ним деньги, с них деньги в нужный момент, вот. Может, я не прав, и я бы даже был бы рад, что я не прав, но вот посоветуйте им, что мне делать с моим миллионом в данном случае. Миллион долларов, не такая маленькая сумма. Не до конца вопрос раскрыт, да, действительно, у нас на рынке есть эти вещи, которые вы описали, и действительно, фондовый рынок живет по своеобразным правилам, но на этой имитации тоже, во-первых, можно заработать, даже не будучи инсайдером, а просто все-таки есть у нас еще пару компаний, которые все-таки частные, хотя вот с тем, что компании все больше и больше становятся государственными, и в них играть неинтересно, я тоже согласен. Что вам делать конкретно? Сейчас у нас будет перерыв на новости, и ты конкретно как раз сейчас сформулируешь, что человеку делать с его миллионами долларов. Хорошо. У нас перерыв на новости. Дорогие друзья, в последней четвертой десяти минутке Андрей Есин будет отвечать нашему радиослушателю Юрию, что сделать со свободными миллионами долларов. Боюсь, я короче обойдусь. Значит, что делать с деньгами, которые есть? Подходите к ним, скажем так, подходите к фонду и долговому рынку как к делениям в линейке остальных продуктов. То есть у вас есть реальный бизнес, который, или вы работаете в реальном бизнесе, или есть реальный бизнес, который менее ликвиден, и за счет этого более доходит. Значит, соответственно, часть денег в прямых инвестициях у нас всегда дальше. По линейке продуктов идут как раз портфельные инвестиции, где можно получить быструю ликвидность, при этом распределив деньги между такими инструментами с фиксированной доходностью, как облигации. И точно так же, понимаете, здесь нет никакого отличия, покупая бизнес просто в маленькой его доле, вы в нем не участвуете, что отличает его от прямых инвестиций, но в принципе можете получать те же преференции, которые получают владелицы больших долей. То есть получать те же дивиденды. Не обязательно говорить про российский рынок. Я вам историю расскажу, например, что в Америке к выпускникам колледжей в свое время устраивали с ними некий эксперимент. То есть им предлагали сформировать инвестиционный портфель, который, значит, соответственно, по их мнению принес бы через какое-то время доходность. Они сформировали портфель из компаний, которыми они пользуются, в том числе, я помню, Макдональдс был, какие-то... Ну, это принцип Ворона Баффета. Да, ну нет, то, что понимаешь. Нет, Ворон Баффет говорит, ты покупай то, что пользуешь. Ну, да, я понял. Вот, и здесь американские школьники тоже сформировали портфели из вещей, которые, ну, из компаний. Они пользуются ежедневно. Да, 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 да. И на самом деле обогнали по году, по-моему, там очень известных управляющих. Понятно, что это немножко натянутый пример, но, в принципе, здесь я хочу сказать как раз, что... Топах покупать. Покупать можно. Сейчас есть возможность формировать портфели из мировых компаний. Это сложнее гораздо, чем купить у нас Сбербанк на 100%, но гораздо более интересно. Вот. И если не знаете, что с этим делать, ну, паркуйте деньги в следующей грани вот этой цепочки. Это банки, которые, в принципе, будут ваши деньги инвестировать точно так же и в фондовый рынок, и в прямые инвестиции, и давать вам за это, соответственно, некий процент. То есть вся финансовая система, она, в принципе, устроена на работе вот этой линейки между прямыми инвестициями и консервативными инвестициями. А вот, например, этот человек, Юрий, пришел к тебе сегодня, говорит, вот, Андрей, деньги, просто мне интересно, я понимаю, что я не должен вам, как управляющему, говорить, что делать, но просто намекните, что вы будете с ними делать. Слушай, ну, что я буду с ними делать? Вообще, я буду с ними делать то, что мне скажет клиент. У меня есть несколько, некоторый набор инструментов. То есть я, в принципе, могу сформировать любой портфель, работал с любыми портфелями, начиная от пенсионных накоплений, самые консервативные, да, до высокорисковых портфелей. Здесь человек должен сказать, а что он готов получить? То есть я ему могу сформировать портфель, понимаешь, что хотят у нас? Мало риска, много прибыли. Такого не бывает. Хорошо, чуть-чуть больше риска, чуть-чуть меньше прибыли. Чуть-чуть больше риска, чуть-чуть больше риска. Ну, давай, скажем так, клиент тебя ограничил риском в 10%. Ну, ладно, хорошо. Если, скажем так, здесь же клиент не может количественную оценку риска, значит, он не может количественно сказать, там, я хочу риск такой-то. Да, он скорее при разговоре с клиентом, ты понимаешь, вот он, в принципе, готов рисковать или нет. То есть он не понимает, если я ему скажу, там, 30% у тебя акций будет, что это в риске. Вот. Но он, в принципе, понимает, что акции это волатильные инструменты, что у него, если он собирается на месяц инвестировать. Понимаешь, вот приходит человек, он говорит, я хочу инвестировать деньги на полгода, но чтобы у меня 100%, вот как бы я в минус не ушел. Ну, невозможно. Что-то в этом, нет, причем, возможно. Нет, в банке. Можно положить краткосрочные. Можно в краткосрочную облигацию. Вот человек должен при этом понимать, что доходность он получит. Совсем, конечно. 4,5-5. Да, совершенно верно. В рублях. Конечно. Вот эти вещи, ну, клиент должен понимать. И вот в разговоре как раз уходит. Я могу сформировать ему портфель из высоковолатильных бумаг, там, с большой бетой, но при этом он должен понимать, что просадка портфеля. Конечно, и там речь о полугодовых каких-то сроках. Даже не идет. Даже не идет. А люди, в принципе, у нас вот, ну, клиенты, которые приходят, они, в принципе, настроены на инвестиционный горизонт, там, не больше года. Нет, это вообще, в этом, конечно, огромный плюс Америки. Там человек конкретно понимает, когда он идет инвестировать свои деньги. Там минимум, там, инвестиционная декларация, минимум, там, вообще, от года, и никто не дергается. У нас есть звонок в прямом эфире. Станислав, доброе утро, вы в эфире. Извините, связь? Станислав не дождался. Станислав дождется. В Москве, кстати, ты знаешь, в последнее время колоссальные проблемы со связью стали. Я иногда еду домой, да, живу в Покровская-Стрешнево, от чуть-чуть кусочек Тверской и Ленинградка. Три раза действительно может просто пропасть связь. Да? Да. Слушай, ну, не знаю, это, видимо, у нас попадали уже оставшиеся. Хотя, знаешь, космическая отрасль сейчас. Я всегда хвалил, я всегда хвалил Билайн. Знаешь, самое смешное? Я когда слушал, как тебе, ты мне сказал по поводу Америки. Да, я сегодня слушал выступление, когда сказали, что транспортный налог очень дешевый. В Америке вообще отсутствует транспортный налог. Да, в штате Нью-Йорк, там никакого транспортного налога нет. Поэтому, просто чтобы ты понял, на машину в 300 лошадиных сил, да, там транспортный налог, например, 20-25 тысяч рублей. И если даже разделить их по дням, то никак не получится дешевле. Станислав все-таки до нас дозвонился. Станислав, доброе утро. Доброе утро. Какой вы молодец, второй раз, это настойчивость. Да, здравствуйте, вы в эфире. Да, вопрос такой, вот есть пари Баффета, которые он заключил с управляющими фидж-фондов ведущих. Оно вывешено в интернете, на сайте долгосрочных пари, там longbets.org. И согласно этому пари, Баффет поставил миллион долларов на то, что результат деятельности хедж-фондов за 10 лет с момента заключения пари будет хуже, чем рост индекса по Standard & Poor's 500, просто рост рынка среднего. Как вы можете подкомментировать такую позицию Баффета? И готовы ли вы, например, принять его пари и переиграть рынок на горизонте 10 лет вперед? Хороший вопрос, Андрей ответит потом я. Я сторонник вообще, кстати, инвестирования Баффета, категорически не люблю часто дергаться, но это уже и, наверное, и, наверное, в Standard & Poor's я не стал бы с ним спорить. Вот я так скажу. Мне нравится позиция Баффета в текущей ситуации. Я думаю, что он примерно знает, про что говорит, но, в принципе, его инвестиции тоже показывают, что он знает. Дед-то умный. Да, дело в том, что, во-первых, для Баффета миллион долларов – это ничего, потому что с ним пообедать стоит 650 тысяч долларов. Ну, это неважно. Я понял. Нет, если действительно посмотреть, проблема в том, что, когда люди идут в хедж-фонд, Танислав задал, кстати, очень хороший вопрос, когда люди идут в хедж-фонд, особенно в активные хедж-фонды, они хотят получать немножко больше, как бы, в моменте обгоняя S&P. Это просто нормальное явление. За счет большего риска. Я уверен, я просто знаю, что есть фонды, да, могу назвать несколько, Миллениум фонд, да, мне когда туда приглашали на работу, но Миллениум фонд на протяжении 27 лет легко бьет S&P, то есть легко бьет S&P, при том, в те годы, даже когда S&P показывал 20-25% годовых, они показывали 35-40%. Я уверен, что будут какие-то фонды, которые действительно смогут на протяжении 10 лет, это профессиональные фонды, Ренессанс на протяжении 20 лет, Биллфонды. Тяжело, конечно, со стариком Баффетом тягаться. В мудрстве. Ну, 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 интересно. Дорогие друзья, у нас очень быстро подошел эфир к завершению, у нас был очень хороший, приятный гость Андрей Есин, он отлично выглядит, похудел, начальник управления активных операций и КАС «Спектр Инвест». Андрюша, огромное тебе спасибо, хорошего выхода. Спасибо.